Ну нужно понимать, что Крым это огромный повод, с помощью которого, прежде всего, мне кажется, американская администрация, Госдеп, в общем-то, в общем-то, эта ситуация используется для совершенно понятных целей не дать России, в общем-то, стать сильной и могущественной державой. Для этого хотят разрушить ее связи, прежде всего, с Западной Европой, наложить всякие санкции, эмбарго, ослабить Россию. Для этого используется Крым. Это видно и очевидно всем. Дальше. Законность присоединения, неприсоединения. Вот вы знаете, вот если бы, допустим, вам с одной стороны предложили большое количество денег, а с другой стороны вам бы сказали, вот эти люди должны погибнуть. Вот. Какой бы вы выбор сделали для себя? Ну, совершенно ясно, что там была бы большая резня. Вот. Если мы сейчас видим, что происходит на Донбассе, где, так сказать, пророссийски настроенных людей было много, но значительно меньше, чем в Крыму, то вы можете себе представить, какого размаха, трагедия случилась бы в Крыму. Это первый момент. Второй момент. Конечно же, полуостров Крым занимает стратегическое значение в этом регионе. Вот. И, конечно же, не случайно за Крым велись войны и в 17-18 веках. И это всегда был участок, это всегда был форпост России южной, из которого, который отвечал за безопасность, в том числе и южных рубежей нашей Родины. Вот. Одно дело, когда по тем или иным причинам, допустим, Крым перешел к братскому народу, и худо или бедно, все равно как-то так есть какие-то единые цели, есть какие-то единые взгляды на что-то. Но когда происходит явно противоположная ситуация, ты понимаешь, что если там не будет российских кораблей, там будут натовские корабли, то это уже совершенно другая стратегическая история. И если мы на это накладываем, если мы суммируем то, что, во-первых, какая была бы там бойня, как бы там, что бы там происходило с местным населением, да, что бы там творил правый сектор и и же с ними, да, национально ориентированные радикалы с Украины. Вот. Плюс, если мы добавляем туда, что там бы были совершенно точно натовские корабли рано или поздно, ну, конечно, это не то, что ущемление интересов России, это откат России очень и очень далеко от тех, от того уровня, скажем, на котором она находится сейчас. И поэтому здесь и защита русскоязычного населения раз, и защита стратегических интересов страны это два, мы не могли поступить иначе, это мое мнение.